Мои, царство, медное, средное и золото, просто народные сказки. Маша, ты разучилась читать на русском. Боже мой, ребенок забыл, как читать русские сказки. У тебя все теперь английские сказки, Маша. Я это читаю с английским чуть-чуть. Три-таста. Медное, средное и золотое. Русские народные сказки. Вот давнее время, когда мир даже... Мам, бегом одевай, иди. Бегом одевай, иди. Маша, Маша. Так, это и это. Сказаешь, это очень прекрасное. Ты не оставишь. Пока. Пока. Бай-бай. Подожди. Все, бай-бай. Сегодня Кен открыл маме дверку. Куда же они поедут? Они поедут в гости на ужин. Кену переехала сестра из Флориды. Давайте, дети, доедаем. Ну вот и забрали нашу мамку. Кстати, это вот тот жених, который дарил вот такие вот пару букетов маме совсем недавно. Только что Кен подвез маму. И мне очень интересно, как же у мамы прошло семейное свидание. Сейчас мы у мамки все выспросим. Видите, фары горят. Мамка бежит. Хеллоу, мамка. Привет. О, Нинка тебя не признала? Нинка, может, и не признала. Ну давай, рассказывай все. Очень интересно. Очень интересно. Ну мы встретились с его сестрой. Мы имели званый ужин. Это был шикарный ужин. Они принесли, приготовили. Сестра ее вообще вылитая, типичная итальянка. Очень маленькая. Ага, сейчас это он может смотреть. Очень маленькая. Яна отъехала. Уехала? Да, отъехала. Она такая маленькая, такая хрупкая. Она, наверное, хотела такую девушку. Она вот такого роста. Низкая? Да, вот такая. Вот ему. И она такая худенькая. У нее прям, знаешь, как истощение. Ручки прям, одни косточки обтянутые. Вот и такая прям вот вся худенькая, прям маленькая. И как итальянка. У нее тут такие большие волосы себе и ваунистые, как вам ты рассказала. Ну да. Потом тут нос горбит. Нравится. А где она спит? Она спит на втором этаже. Как раз то место, которое нам понравилось. Он ей что-то, матрас или? Он сказал, что он ей дал туда какой-то матрас. Я не поняла, надувной или такое они купили. Какой-то там матрас, ее место она там читает, там полностью обустроено. Я не поднималась, мне не удобно было. О, да. И она там все готовит, суетится. Они сготовили вот это мя. Они кушают такие порции. Маленькие? Такие маленькие. Я такая голодная. Вот такая порция. Вот столичка. Каждый положил. И она еле доела. Она ела, как Маша ела, больше полчаса. Ну, пэппэ, мам, на правильном питании все. Вот они, значит, сварили, они сказали... Филе фиш хочешь? Yeah. Короче, вот столичка зелени, потом вот этот кусок рыбы. Ну, они, значит... Мясо или рыба? Мясо. Они взяли два стейка и каждый разделили на три части. О, нифига себе, это очень мало. Я съела только одну часть. О, ничего себе. Что-то странно. Странно, что так американцы готовят. Они съели про одну... Такие порции делают. Здорового питания. Потом они... Короче, у них вот такая одна мисочка с овощами. Вот какая мы детям наливаем. Одна с овощами. Такая же с макаронами, которые вот у них в соусе в ихнем. Ну, именно их... Тераяка? Не, не, макароны их национальные, американские. А, макчиз? Макчиз, да. И они такие сочные. Тебе понравилось? Они вообще по-другому приготовлены. И у них всё сочное, очень сочное. Вкус похож на шпинат. Я сказала, это шпинат, они сказали, это с грин. Ну, шпинат чистый, может, чем-то перемешанный. Очень вкусный, кислый. Ну, расскажи, когда вот ты туда приехал. Когда он тебя в машину забрал, что он тебе говорил? Он тебя сегодня дверь открыл? Да. Перерыв подействовал. Да, он такой прям, он такой радостный был, он такой веселый. Не, главное, когда сюда пришёл, ты дверь открыла, потом, когда ты собиралась, туфли одевала, он мне такой, ооо, so beautiful, вау, it's your mom, so beautiful. Видишь, надо краситься. И ты у тебя сейчас так помолодела, у тебя прям лицо всё обтянулось. Мы вино пили, вот это вкусно. Много или так же мало? Мало, ну, чуть-чуть совсем. Да, одну руку. Ты хотела полную бутылку? Я хотела ещё пиццу. Вот, короче, мы взяли вот эту мисочку, разделили на троих салата, ещё у них осталось. Взяли, папа. Ну, давай, мам, вот он тебе, открыл тебе дверь в машину, потом что он тебе сказал? Ооо, то же самое. Да. Ооо, so beautiful, I so glad, I so miss, и прям ручку вытрогает, прям ручку выцелу. Тебе приятно? Конечно, приятно. Ну, и потом, вот вы поехали, что говорил. Потом мы приехали, а мы очень быстро, 20 минут, и время не надо. Вот потом его сестра, я такая... Она вышла или она дом была? Или она вышла? На кухне она была? Да, ну, у них же видела, кухня, прихожая, вот. И они там всё накрыли, так красиво. О, да, на столе, на кухонном? Да, цветы поставили, ага. Вот. Потом, ну, она долго возилась, при мне это мясо жали, при мне там она вот это всё... Ты волновалась с сестрой знакомиться? Я сначала волновалась, но я потом увидела, какая она простая, мне стало легко, да. Она с тобой нормально общалась? Тебя понимала? Да. И ты её? Она иногда не понимала, но он ей говорил, и она понимала. А, он понимает? Да, он понимает. Вот. И она говорит, когда я не понимаю, так смотрит на него, он говорит. Ну, это было в начале, и несколько предложений, и так она понимала. Потом... Вы обнялись, когда познакомились, или как? Нет. И руки пожали, нет, ничего? О, нет, вообще ничего. Просто хай-хай? Нет, даже я не хай. Как её зовут? Её зовут Лиса. А, Лиса? Да. Я говорю, Раш, Лиза. Ну, они такого, да, и она там что-то не говорила. У них маленький букетик, но в Стали, она говорит, тут живёт её подружка, и она к этой подружке много времени проводит. У этой подружки муж, который очень вкусно готовит, а подружка вообще ничего ей дома не делает. Он только всё готовит, и говорит, очень вкусно. Она из Форида, она совсем переехала или просто гость? Она в гости приехала, так и переехала. Она один раз была замужем, потом, не знаю, развелась, и не помню, может, короче, она одна всю жизнь. И она приехала в четверг посмотреть, ну, дома, наверное. Ну, да, новое. И они сегодня весь день упирались, готовились. О, для тебя? Да. Он же утром написал. Вот, и они весь день убирали, они ходили в магазин, покупали продукты. О, как интересно. И они всё утро готовили, и они всё утро убирали. Прям как мы для гостей. Да. Там чисто, ну, у него и так было чисто, даже когда мы в первый раз приехали. Ну, и так же всё, точно, всё сверкает, не знаю, что-нибудь там. Ну, да. Всё сверкает. Ну, поддерживать надо. И когда мы поели... Кто посуду мыл? Вот, он вскочил, пошёл мыть посуду. Потом он говорит, ну, пойдём посидим. Потом мы пошли в холл, и он поставил вино нам уже после всего. Всем троим? Нет, только двоим. А сестра? А она там дальше продолжала мыть. Потом она говорит, я пойду к себе там книжку читать, спать поднялась. Мы её не видели, не слышали, мы так разговаривали. А о чём болтали? Давай кино, какое-то кино он включил. Но он спрашивал, что будет, если граница закроется. А, ну, короче. Ну, да, вот это всё интересно. Там про Полину. И мы очень долго вместе за столом говорили. Ну, мало, говорит, вместе. Ну, из-за, может, ну, 20-30 минут. А, ну, интересно. Ну, поговорили там, хочешь муви? Я говорю, ну, ну да. Ну, давай, ну, короче, муви сам по себе, мы так сам по себе говорим. Мамка зацепила мужика. Он когда тут встал, я вообще думала, у него так глаза вытянули. Ох, so beautiful. Он прям вообще до речи потерял. Да, чуть-чуть непонятно. Сначала он меня увидел, показалось, я ему старее и жирнее. Сейчас он мне какой-то старый показал. А, сейчас я помню. Он сейчас зашёл, я просто только марчу, что-то непонятно. Может быть, какой-то стресс у него был. Ну, из-за тебя стресс. Мамка портовала. Готовлюсь к экзамену, который у нас будет завтра. Мне кажется, это будет самый тяжёлый из всех экзаменов, которые я писала в этом университете. Потому что, в основном, это будут строения разных нейротрансмиттеров. Я не знаю, как это на русском. Всякие наши сигнал молекулы. Сигнальные молекулы. Очень-очень много чего учить. Я сейчас прошла... Ну, я, конечно, уже всё выучила. Я просто повторяю. Четыре параграфа по именно биомедицине у нас было. Вот. Вас попугаю на ночь или на день. Смотря в какое время вы смотрите. Смотрите. Какой ужас. Прям как какой-то паучок, да? Если кто-то что-то в этом понимает, то, наверное, вам ясно, что тут происходит. Вот. И мне ещё осталось две темы. Вот у меня четыре параграфа по 36. Четыре параграфа по 36 слайдов. И у меня также два целых параграфа по... Где тут? Ммм, кто где? О, нет! Как я закрыла? Нет, 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 нет! У меня закрыл. Я спасена. Я открыла свою лекцию дома провод. И два параграфа по 93 слайда. У меня кошечки бегают. Сымба! 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 Иди ко мне! Сымба! Иди ко мне, мой черепузик! Сладкие котики! Белла! Опа! What happened to him? I don't know, he just fell. Семи. Борли, bring some Dr. Pepper. We have a lot. Where? On the table. You bring me some Dr. Pepper. You want more? No, I never... I don't feel... I don't have enough. Maybe make this? У нас сейчас, кстати, третий курс бастует очень сильно, потому что преподаватели запретили использовать черновик, и они больше нам не будут раздавать листы на наши экзамены. Несмотря на то, что у нас там очень много разных вычислений, формул, вот, поставили такой запрет непонятный. И когда, к примеру, мы выпустимся из фармацевтического университета, мы должны будем подготовиться к экзамену на лицензию фармацевтов. Вот, это самый главный экзамен, наверное, из всех экзаменов, которые мы будем вообще иметь за все наше обучение. И дело в том, что на этом экзамене, на лицензию, там разрешается использовать черновик, дается такая большая доска, маркер и тряпка, чтобы стирать, писать. Вот, и почему наши преподаватели решили отменить черновики, никто не знает. И сейчас, слава богу, у второго курса нету столько много разных вычислений, как на третьем курсе, потому что на третьем курсе смешивается все. И вот эта математика, да, и дозы, и там про почки, и там, реально, если я сейчас буду говорить, я, во-первых, много терминов не знаю, как на русском они будут, вот, но и вы не поймете. Вот, короче, я веду к тому, что на главном экзамене у нас разрешается черновик, а до главного экзамена необходимо сдать вот эти вот текущие предметы. Но преподаватели отменили черновик, и третий курс сейчас так воюет, и написали уже, знаете, что, короче, бумагу от всего курса третьего, потом весь первый, второй курсы тоже это все внизу подписали. И мы все, в этой бумаге написано то, что мы все просим вернуть нам черновики. Зачем это делают преподаватели, никому не понятно, что они хотят, какой-то эксперимент они ставят, либо чтобы мы в голове все решали, думали, неясно. Ладно, сейчас я еду забирать маму с английской школы, сзади у меня едет Марго. Марго или Маша? А, Марго и Моника, точно, я забыла, там Аленка. Вот, и мы едем забирать мамульку со школы. Мус, ты что, папа, папа. Мам, как ты в школе занималась? Как Маша? О, нет, я старалась. Ты все задания сделала? Все задания, вон, сколько листов исписала, конечно. Все поняла? Все поняла. Телефон не разрядился? Я рядом сел с розеткой и поставила на зарядку. Подружка твоя была на занятиях? Подружка была, сегодня пришла новенькая русская девочка, Алена, 21 год, светленькая, с Каркастана. Ее мама вышла замуж буквально в феврале, в январе. Ее 21 год, она прошла, да, по Гринкарте? Ее мама вышла замуж, ей было 20, и сейчас я исполнила с 21. Вот они оформляют документы, да, они с мамой прошли, и они оформляют документы, но она нигде... Мама вышла замуж в Фортвейне? Да. О, а маме сколько лет, не знаешь? Я ничего не спросила. Интересно. Да, интересно. Но она не работает, не учится. Алена? Так она только приехала, понятное дело, я же тоже сначала ничего не делала. О, в январе. Ну вот сейчас они пошли с мамой на курсы, но она на одни, мама там на какие-то другие. Нет, отдельно. Нет, она отдельно пришла, мама отдельно. О, интересно. Вы телефонами не обмениваете? Нет, что не успели, ну в следующий раз. А, она сама ездит на курсы или нет? Ну, я думаю, что ее вводят. Ну, это наш городок растет, наполняется узкоязычными людьми. И они, кстати, очень долго делают документы, они, говорит, сейчас стали быстрее, укоротили строки получения грин-карт, но они никак не пройдут. Она говорит, мы должны были собрать вот такие типы документов на каждого подтверждения. И когда, говорит, мы все это собрали с такими нервами, их отменили. Да, поменяли законы. У них какой адвокат интересный? Не знаю, все поменяли, но они по замужеству. И все отменили, и она говорит, слишком долго с документами не могут ни работать, ни номеров, ничего. Вот по замужеству. Они тут с января? С января. О, жучатый год. Говорит, только въехали, началась пандемия. Но мама ее сразу замуж вышла. Ну да. А она как познакомилась? Не спросила с мужем? Еще не успела. Ой, вот это интересно. Вы рядом сидели? Не, мы в разных местах, потому что я с зарядкой была привязана. Интересно. В следующий раз поинтересуюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.